Температура воды ноль, воздуха на 15 градусов ниже. То, что для большинства минус, для них плюс. Петербургские каякеры покоряют зимнюю воксу. За рубежом, например, распространено плавание по открытой воде в морях, между плавающих льдин, айсбергов. Но чтобы плавать именно по порогам, необходимо, чтобы было достаточно сильное течение, потому что все мелкие реки здесь, в Ленобласти, они уже замерзли, и только вот такой могучий порог, как Лосицкий, он остается открытым. Горячий чай – неизменный спутник экстремалов. Но в таких суровых условиях единственная эффективная защита – специальные гидрокостюмы, в которых можно находиться в воде до 6 часов. Эти костюмы выделили испытания в Арктике нами и позволяли нам плескаться при минусовых температурах в соленой и холодной воде, среди льдин буквально. На счету команды путешественников не только Арктика на парусном катамаране. Они прошли по Енисею и морям Северного Ледовитого океана, а на этих складных каяках, которые производят в Ленобласти, преодолели всю Северную двину. Здесь, в Лосево, самое главное ограничение – это вот кромка льда, которая подходит от озера. Потому что, когда оно подходит ближе, течение начинает туда засасывать, и это уже становится опасным. Так, коллеги, мне нужна помощь. В борьбе со стихией в ход идут даже юбки, конечно, специальные, те, что не дают залить лодку при спуске. Вот этот камень, который мы здесь видим, он называется жандармом. И он замечательен тем, что вокруг него есть, в принципе, все виды течений, которые встречаются на бурных реках. Здесь бурлящая вокса похожа на лифт. Ближе к берегам каяк несет вниз по центру, вверх к бочке своеобразной воронки. Ходить парами – основное правило безопасности. Я зашел в бочку, порядка 30 секунд в ней балансировал, затем немножко зазевался, меня начало клонить, и я перевернулся. Я сейчас отогрею руки и снова пойду. Надо только воду из каяка вылить. В реальности воду пришлось выколачивать. За считанные минуты каяки покрылись льдом, а костюмы задубели. Все нормально? Так что я здесь пальцы не чувствую. Ты не боишься, что ты отморозишь руки однажды? Ну, когда-нибудь это произойдет, но, надеюсь, не сегодня. Через полтора года бесстрашные петербуржцы планируют отправиться в очередную, самую масштабную для них экспедицию на надувных моторках по Амазонке от Тихого до Атлантического океана. Расчетно мы планируем, что это будет 2,5-3 месяца. Идти мы будем нон-стопом, соответственно, там же жить, ночевать, просто идти вахтами. С нами будет еще женский экипаж. Так что это будет, как минимум, интересный опыт в плане взаимодействия какого-то социального. Первую недельную репетицию путешественники устроят летом на Ладоге. Впрочем, закалиться физически они уже успели. Как вам лучше мне купать? Вот так. Эльмира Низамова, Анатолий Толошкевич, Татьяна Константинова. Последнее известие. Приозерский район.